Добрый день, уважаемые трейдеры! С вами Академия трейдинга и инвестиций. Меня зовут Полуяктов Максим. И после непродолжительного отпуска мы с вами возвращаемся к обзорам рынка. И сегодня у нас 5 июля, первая пятница месяца. И это значит, что сегодня выйдут нонфармы, перед которыми у нас рынок приготовил достаточно интересные идеи. Первый инструмент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это, конечно же, евро. И конкретно две ситуации. То есть первое, это на прошлой неделе был вполне конкретный аукцион. И он был пробит только с одной стороны. То есть все, кто продавал на прошлой неделе, они могли застопиться, соответственно, только за этот экстремум. А те, кто покупал, они могли встать только сюда. И, соответственно, покупателей вынесли на этой неделе вот этой большой черной свечой. И те, кто поверил в это падение и продолжает продавать, они могут поставить свои стоп-лоссы только за вот эти экстремумы. Что я считаю настоящая ловушка. И поскольку продавцов никто давно не трогал, и такая же ситуация прослеживается и по остальным инструментам, то есть, к примеру, по золоту, либо по новозеландскому доллару, что я также сейчас покажу, я думаю, что такие площадки сигнализируют о вероятном ослаблении доллара на сегодняшних новостях. К тому же, вдобавок, по евро-доллару, если сегодняшний день закроется сильным бычьим сигналом, то есть, к примеру, это будет либо поглощение, либо пин-бар, он будет в интересной тенденции на дневном таймфрейме, и это только усилит его значимость для нас с вами. И если такое произойдет, то я буду советовать уже в понедельник пытаться покупать с откатов, если он будет. Конечно, есть и вариант, что сегодня уже на новостях будут пробиты первые цели, и такой вариант, на мой взгляд, сейчас самый интересный по этому инструменту, да и в целом по остальным долларовым инструментам, где доллар стоит именно на втором месте. В случае же, если нонфармы сразу же расторгуются куда-то вниз, и не будет никаких бычьих инициатив, я не буду торговать эти новости, и не советую это делать так же и вам, потому что, на мой взгляд, вниз сейчас торговать нет никакого интереса, потому что нет никаких ловушек снизу именно для покупателей. Есть ловушки для продавцов, и поэтому мы с вами должны наблюдать за рынком, и искать поводы купить, а не продать. Похожая ситуация, как я уже сказал, есть и по золоту. То есть, к примеру, от 24 июня у нас образовался именно экстремум интересный, который не был обновлен вот этим очень сильным ростом. Проверить это легко, открыв даже SB Pro и последние актуальные фьючерсы. То есть, мы видим, что даже на фьючерсах не было пробоя этого уровня, что я считаю очень важным, и поэтому по золоту план похожий. То есть, если все импульсы пойдут вниз, то, конечно, можно будет торговать и отработать именно нижние цели, но пока я считаю самым актуальным вариантом именно пробои верхних, потому что снизу цели не такие яркие, не такие очевидные, как сверху, и поэтому я буду смотреть также с точки зрения покупок и на золото, что советую делать также и вам. Но, конечно, если и будет сильный сигнал, то можно будет поработать на добой именно вот этих нижних экстремумов. То же самое можно сказать и про новозеландский доллар, потому что все, кто продают на этой неделе этот инструмент, у них есть только одно место, куда можно поставить свой стоп-лосс, это именно вот этот экстремум, и я тоже думаю, что это ловушка. То есть, у нас уже несколько инструментов, как минимум три, показывают очевидные, так скажем, площадки в сторону ослабления доллара. И, как правило, такие ситуации, они дают очень хорошую подсказку на общий фон новостей, который может быть сегодня. То есть, даже точнее, не важно, какие выйдут новости по фундаменту, хорошие или плохие. Если они будут, к примеру, хорошими для доллара, то все равно движение вниз могут выкупить, и в конечном итоге мы увидим пробой верхних площадок по всем инструментам. Поэтому идея по рынку сегодня в целом совокупная. У нас есть как минимум три инструмента с очевидными целями, и я советую за ними наблюдать. То есть, нет смысла, к примеру, торговать сегодня фунт-доллар, потому что у него нет, во-первых, ни площадок, а во-вторых, он очень плохо реагирует на нотфармы и практически не двигается на долларовых новостях. То же самое можно сказать и по канадцу, потому что по нему сегодня выйдут еще и свои новости, то есть по безработице. Но по канадцу также нет каких-то интересных площадок, за которыми можно было бы поохотиться. То есть он находится очень глубоко внизу, и возможно то, что он провалится из-за своих новостей еще ниже, то есть может быть всякое. Я сегодня не советую торговать этот инструмент, а наблюдать только за евро и за долларом. Ну и также посматривать, возможно, и новозеландцы, потому что может быть он понравится вам больше, именно как кандидат на покупку и на обновление вот этого экстремума. Поэтому в целом я сегодня вам советую ждать новостей и следить за золотом и за евро, потому что по ним есть очень интересные цели и высока вероятность их отработки. И на сегодня на этом все. С вами был Полуяктов Максим. Больших вам профитов и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok